Сегодня прокуроры совместно с представителями Роспотребнадзора выборочно посмотрели дома, с которых поступали сигналы и были выявлены факты непредоставления услуги отопления. Полина Попенец вернулась с рейда и пока она готовит материал, спросим у нее самой, какую картину увидела она в ходе инспекционной поездки. Полина, приветствую. Расскажи, пожалуйста, наказали ли сегодня какие-то управляющие компании? Здравствуй, Катя. Подготовила небольшую статистику. В Октябрьском районе действительно уже наказали 4 управляющие компании. Должностные лица за то, что вовремя не подали тепло в дома, будут вынуждены заплатить 500 рублей с каждого должностного лица. Также, по словам жителей одного из домов, который расположен на улице Зарубина, их управляющая компания, это жилстройсервис, почему-то постоянно затягивает с подключением тепла. И предлагаю послушать, что говорят сами жители по этому поводу. В квартире холодно. Особенно по утрам. И вечером тоже холодно. У меня три женщины в семье. Все мерзнут. Все укладываются спать, так сказать, одевая теплые разные кофты. Да, приходится газ включать. Я посмотрю, вот выйду, посмотрю, там дорога вся разрыта. Слышал, что должны были еще к первому сентябрю все это сделать. Потом слышал, что должны к первому числу, сейчас уже к первому октября. А сейчас уже вон, наверное, больше, чем... Ну, третье, да. Да, да, вот так вот. А у вас управляющая компания вообще вот как за этим следит? За тем, чтобы вовремя давали отопление или нет? На ваш взгляд. Нет, не следит. И вообще у нас почему-то это... Всегда даже в течение, когда вот и отопление дают, тепла такого особого нет. Что сейчас мы составили соответствующий акт на основе замеров специалистов Центра гигиены и эпидемиологии. И по результатам проверки в адрес руководителя управляющей компании будет внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. И возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 Кодекса административного правонарушения. По поводу управляющих компаний понятно, их наказали. А что же с жителями, когда дадут тепло в дома? Ну, к примеру, по тому же адресу на Зарубе, на 143-147. По словам их управляющих компаний, буквально на днях у них произошла коммунальная авария, поэтому они сейчас ее ликвидируют. Ликвидируют они ее сегодня-завтра, и поэтому должны дать тепло до завтрашнего дня. Да, мы ждем, мы будем держать ситуацию на контроле, обязательно свяжемся с жителями этого дома. Спасибо, Полина, за информацию. А я напоминаю, это была Полина Попенец. Мы говорили о рейде прокуроров и представителей Роспотребнадзора. Они посмотрели дома, с которых поступили сигналы, и были выявлены факты непредоставления услуги отопления. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова